Ну, судя по обилию автомобилей, которые путешествуют в будний день по улице Вокзальной и по улице Автомобилистов, вероятно, вот здесь, в районе зеленого рынка, бизнес движется. Да, и в России сейчас есть возможность зарабатывать деньги буквально из-за всего. Потому что, ну, есть много друг Горацио вещей, еще и непонятных нашим мудрецам. Естественно, вещь самая понятная, это использовать телевидение. Дабы донести до сведения покупателей выгоду приобретения товаров в определенном месте. И вот сегодня за этим местом мы приехали в магазин «Вираж М», который здесь располагается, на стратегическом направлении. То есть, когда вы едете отдыхать на банное, вы с вокзала сюда проезжаете. Ну, можно сюда заехать, чуть-чуть, направо. И только сейчас, понимаешь, не то золото, что блестит. И реально зарабатывают и работают те, кто не набирает штаты наркотологов, а просто оперативно работая, держит низкие цены. Ребята, вот на вокзале что, есть автомобильные запасные части? Не знаю, да. А что покупаем-то? Похучку. А почему не вот в раскрученных магазинах? В центре города же есть такие, знаете. Ну, здесь выбор хороший, дешевле. Мы это как-то проходили, есть время вспомнить, что кушать хочется всегда, и волка ноги кормят. Естественно, за выгодой в тысячу рублей можно приехать и на вокзальную улицу, и на автомобилистов, и отыскать. И вот вам место прикормленное. И заводью тихой назвать его не получается. Здесь клюет, то есть здесь есть покупатели всегда. В мире мото есть еще и запчасти, которые подходят на все марки автомобилей и мотоциклов. Ну, это пример тюнинга, обихода, интерьера, экстерьера. Ну вот, что касается цен на такие вещи, как вот эта вот махнаточка, это меньше 100 рублей. Очень хорошо можно помыть машинку. Другие цены, 71 рубль, это полироль пластика. Вот, также подходим к литровке, люкс ойл, 99 рублей. Кое-что подороже от Газпрома, ну, где-то 200. Вот, аккумуляторы, допустим, тоже вещь интересная, 1800 рублей. При этом это тюменские аккумуляторы нового завода, который не берет, значит, вторсырье. Вот, и у них есть очень интересные индикаторы полной зарядки. Ну, согласительно, да, для отечественного тюменского аккумулятора это хорошее дело. Масла, естественно, хотите любых брендов, пожалуйста. Вот, есть сертификаты, все, что надо. То есть по-взрослому. Да, нету евро-ремонта снаружи. Но и зачем он нужен? Вам сегодня нужен евро-ремонт или нужна реальная экономия? Кстати, для тех, кто умеет еще и деньги зарабатывать, то есть владельцев автомоек, здесь есть моющие средства и для сервиса 20-литровый и канистры с маслом. А давайте в цифрах. Ценник 1500 рублей – это редкость. Вот, к примеру, сколько здесь стоит мобил, а вот сколько стоит лукоил. И, если честно, то на остаток от переплаты в каком-либо другом месте здесь есть возможность купить полезную вещь. Обычно вот сюда, в район вокзала, люди приезжают, ну, зачем? За колбасой, за дешевой водкой, ну, все-таки оптовый склад. Вы зачем сюда приезжаете? Масло взять. Первый раз сюда приезжаете? Да нет, я сюда заходил как-то, просто посмотрел, здесь дешевле, чем в магазинах. А на сколько примерно процентов дешевле? Ну, вот мобил, вот этот, вот 5В40, где она 1189, а в магазине 1450, где-то вот так стоит. То есть 200 рублей практически, да? Ощутимая разница? Да. Можно и фильтр топливный купить, и воздушный. Ну, не знаю, сейчас спрошу, если здесь и будет, конечно. И забегая вперед, скажем, все, что прогнозировал толстый и лысый, купил стройный и потянутый. И пробежимся еще раз, и в этот раз по ряду мотюль. Недавно ковырнул интернет, так вот, это вторая по популярности марка масел и смазочных материалов в мире. А цена эквивалентна распиаренным брендам. Вот только эта цена за 5 литров, а не за 4. А это наш счастливчик. Год 98-й, год 2010-й. И все то же самое. Барки лопаются, дефолт там наступает. И, кстати, 12 лет назад, ну, цикл, знаете, прикупил я себе дивную машину за 1000 долларов. Ford Taurus. До сих пор на нем катаюсь и вообще даже продавать не собираюсь и за 10 тысяч долларов. Но в 98-м году, просто только я купил автомобиль, я сразу же пошел лазить по всем магазинам, потому что надо было машину привезти в порядок. И скрытое мое желание работать с продавцом по продаже вот всяких таких приборчиков, блестючек, полироли, кавкав, вот, присадок в двигателе. Это, конечно, очень было бы хорошо. Но сегодня и сейчас молодые люди, ну, девушки, вы можете приехать сюда. Здесь требуется человек, продавец, ну, рабочие места, опять же, видите, организованы. Со знанием в бухгалтерии 1С. Ну, и программа такая есть, 1С в склад. То есть есть возможность реально заработать деньги. При этом, ну, это не работа на улице. В общем, и как показала практика, проще легче заплатить и сэкономить на аренде, чем влуплять в то, что, возможно, никто сто раз не услышит и тысячу раз не прочитает. Тем более, ориентируясь на возможности нашего телеканала, прогресса и успеха достичь абсолютно реальны. Время кредитной гламурности ушло, наступает время работать головами и искать приемлемые цены, такие как в магазине Virage M. Ну, и действительно, Магнитогорский город уникальный. При всем при том, что все кичатся о том, что без комбината мы бы сдохли. Мы скажем, что вы на улицу города посмотрите, что творится в городе. Машины ездят в нормальных городах, люди ездят по необходимости. У нас, ну, значит, бизнесом занимаются. Что особо меня заставило протормаживаться, когда я первый в стендап писал, так это то, что потрясающая активность именно в районе вокзала. Ну, в районе выезда в сторону озера Соленое. Чем она объясняется? Да наверняка низкими ценами и доступностью всех, практически всех вещей. Будь то автомобильные запчасти, будь то сумки женские, будь то игрушки. Да, и вот здесь вот, вирошем, то есть повернули направо, не ошибетесь, точно попадете.